Это серьёзная немецкая предрождественская песня, детская песня. Ну, так считают французы, так считают немцы. На самом деле, ещё до них тема-то звучала так. Куда ни копни, всё равно мы найдём катарское. Даже во французском и в немецком. Начинать и заканчивать своё выступление татарской музыкой – это так называемая фишка музыкантов из Казани. Театр фортепианных импровизаций – это шесть прекрасных пианисток и их руководитель, который не только объявляет номера, но и играет на инструменте. Коллектив известен тем, что его выступления построены наподобие концертов 17-18 веков, то есть в форме импровизационных состязаний музыкантов на двух роялях. У нас здесь проходит проект «Нескучная классика», в рамках которого мы зовём сюда известных музыкантов разных жанров. И чаще всего это музыканты, которые играют не в чисто классическом стиле, а играют разного стиля музыку – и классику, и джаз, и поп, и старинную музыку. В марте это был квартет Растрелли, а вот сейчас – театр фортепианных импровизаций из города Казань. В репертуаре ансамбля «Импровизорояль» широкий спектр импровизаций в различных жанрах и стилях. На соцзрителя были представлены известные классические, а также джазовые композиции. Нефтекамского зрителя музыканты порадовали и мелодии башкерского народного танца «Бурзяночка». Зрители восприняли родной мотив на «Ура». Мы поняли, что город молодой. Он молодой не только по своей истории, он молодой по состоянию, настроению публики. Такая зажигательная, активная, молниеносная, реактивная публика. И я могу прямо сказать, что по атмосфере нашего общения музыкантов на сцене и зрителей в зале, у нас сложилось самое благоприятное впечатление. У нас возник этот союз между зрителями и нами. Все участники ансамбля являются профессиональными музыкантами. Их руки на протяжении концерта менялись и множились. Шесть пианисток виртуозно сменяли друг друга, подхватывали начатую коллегой мелодию столь искусно, что в аудиоверсии никто не догадался бы, что играет ни один человек. Но это именно так. Участницы ансамбля «Импровизорояль» играют в 4, 6, 8, 12 рук на двух инструментах, что производит невероятно сильное зрительное впечатление. Я сама закончила музыкальную школу, и мне было... Я видела, как люди взяли, и видно в бонусе постепиано, что рояль – это их друг. Они относятся к рояле бережно, и они разговаривают с друг другом во время поступления. Это было очень интересно, и я рада, что я попала на этот концерт. Концерт замечательный. Я получила истинное наслаждение от всего, что там происходило. Я, честно признаться, впервые на таком концерте. Много я фортепиано-концертов слушала, но чтобы импровизация, первый раз. Хотела бы почаще, чтобы они приезжали. Лилия Ахметова, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».